Протягиваем выпуск, подача информации на каждом ресурсе повинна быть уникальной. Здарается, что, например, телевизийная новина застаётся поза увагой корыстальников интернета, то и же и с газетными текстами. Лишь бы вая платформах, это универсальная махчимость зацекавить своим контентом аудиторию, але не усе СМИ досягают тут поспеху. Чому? Об этом сегодня разважали представники державных сродков массовой информации на семинары, в взаимодействии электронных и друкованных СМИ в умовых конвергенциях в региональной медиапросторы. С подробностями. Марина Джалая. Первая часть кассу встречи проходит в Водовецком доме «Гомельская правда». Забавлять, але при этом информовать. Такие короткие, на первый взгляд, просто секрет лояльности читачу в виртуальной просторы. Одна и та же новина повинна гучать и выглядать по-разному, в зависимости от того, где она размещена. В социальной сетке треба выкладывать текавый, скороченный вариант и яркие фото. Ни яких долгих спровоздач и статичных вздымков. Только тое, что одразу зачепить мэтовую аудиторию. Причим треба разуметь, что у каждой сетки свой взрослый и новотерриториальный контингент. Самое популярное у беларусов – ВКонтакте. На другим и третьем местах – Одноклассники и Фейсбук. Каждая социальная сеть подсказывает своим функционалам, какие инструменты можно использовать. Это в том числе мультимедийный сториз в Инстаграме, или это какие-то мультимедийные статьи во ВКонтакте. Различные технологии, в том числе загрузка коротких видео с тайм-кодами. И все это сегодня уже начинает использоваться активно нашими, в том числе, государственными медиа. Это очень приятно. Зараблять гроши на контенте, который размещается в социальных сетках, не так просто. Финансовый компонент формируется шастей на властных сайтах выданий. Но социальные сетки – это махчимость нарушивать аудиторию. Например, на сторонках группы ВКонтакте или Одноклассниках можно публиковать анонсы, выборочную информацию, фрагменты видеосюжетов, а так само поддерживать зворотную совесть с людьми. Так у метовой аудитории появится мотивация увидеть полный оригинальный материал по телебачению, а либо целиком прочитать газетный артикул. Понятное дело, что самопечатное издание уже не всегда может быть не то, что популярно, но пользуется спросом у читателей. Все больше людей обращаются за информацией в интернет, в радио, в электронные СМИ. Поэтому помочь им адаптироваться в этом мире современном, подсказать, может быть, основные пути движения, то, что обратно вернет им читателей, позволит быть более конкурентоспособными и интересными для всех. У сучасной медиапросторы ставка на универсального журналиста. Просто уметь писать газетные, альбо телевизионные тексты у сегодняшних реалях мало. Журналист зараз многостаношник, и кездольный постоянно вучиться, удосконаливаться, моментально ловить новые тенденции и литерально исти за своим читачом. Давать информацию правдивую, актуальную, а ли робить это легко, взаимально, просто. Сегодня журналист, он не тот, который был 30 лет и 20, и даже 10 лет назад. Сегодня журналист и снимает, и пишет, и не только в газету, и не только на радио, как у нас, например. И альбомы делаем, и книги, и фильмы снимаем. То есть, в самом деле, такой многостаношник творческий, универсальный. Протягнулся семинар у телерадиокомпании «Гомель». Об тем, как зараз развивается Белтелерадиокомпания, рассказал я и старшиня Иван Эйсман. Основный акцент на тонкостях взаимодействия друкованных электронных СМИ. Сразумело, на узровне республики простей знать оригинальную информационную нишу, которая бы зацикавила и телеглядачу, и прихильнику интернет-версии. Но это могут делать и районные газеты, и некоторые это удало демонструировать. Например, газетчики могут снимать невеликые видеоролики, проводят стримы и ГТА сразу впливает на рейтинг видания. Со временем, как я считаю, границы будут стерты, телевидение уже в интернете, и это будет, в общем-то, все станет одной большой массой и не будет иметь такого значения. Но пока, в общем-то, нам всем нужно подумать над тем, чтобы мы там присутствовали в обязательном порядке. Особенно это касается руководителей печатных СМИ. Перед ними большой, так сказать, выбор, закрыть печатную версию, может быть, уйти в интернет. Не хотелось бы все-таки, чтобы это случилось, потому что газеты есть газеты. И еще одна думка, какая была скоростной подчас семинара. Работа у интернет-просторы, раскрутка своих сторонок у социальных сетках, ладится эффективней, когда ожидаивается особной редакционной командой. Ее задача – контактировать с аудиторией, сочетать за медиатрендами и мгненно реаговать на информационные потребования. Читать шоу и глядать шоу.